С 1 апреля в Витанциях жителей появится новая строка – оплата в фонд капитального ремонта. Право устанавливать тариф федералы отдали на откуп региональным властям. В Владимирской области тариф составит 6,5 рублей с квадратного метра. Для сравнения, наши соседи-ивановцы будут платить по 5 рублей с метра, а в Санкт-Петербурге плата составит всего 2,5 рубля за каждый квадрат. Почему 6,5? В Питере, например, 2,5. Население Владимирской области богаче Питерцы? Использовали методические рекомендации по расчету минимального размера платежа. И у нас получилось 6,5. И мы решили не пользоваться популистскими никакими решениями. Вот сколько получилось, сколько и установить. Больше всего недоумевают по поводу размера платежа собственники новых домов. Например, жители этой шестиэтажки в микрорайоне Коммунар за год будут скапливать по 600 тысяч рублей. До последнего времени жильцы отчисляли фонд ремонта в 20 раз меньше. Всего по 30 копеек с квадратного метра. И этих денег им с лихвой хватало. 600 тысяч. Вот это большие деньги. И наш дом пока на сегодня не располагает таким ремонтом. Не нуждается в таком ремонте. Такие затраты, которые будут у нас скапливаться на нашем специальном счете, нам на сегодня не нужны. У нас дом новый. И таких вливаний денежных в ремонт капитальный нам не надо. Надо, не надо. А платить придется. Жителям оставляют лишь право выбора способа накопления. Их два. По умолчанию, если собственники так и не смогут принять решение, накопления будут осуществляться на счет регионального оператора. Такую форму накоплений часто называют общей копилкой. Средства жителей поступают в единый фонд. А дома ремонтируются по очереди, согласно утвержденной областной программе. При этом власть дает гарантию, что каждый дом будет капитально отремонтирован до 2042 года. К накоплениям в общей копилке власти обещают добавить средства из бюджетов трех уровней. Правда, в каком размере, пока неизвестно. Второй способ подразумевает, что средства жителей скапливаются на специальном счете дома. Эти деньги нельзя будет тратить на ремонт других домов. Но и на бюджетное финансирование в этом случае рассчитывать не приходится. Зато собственники смогут сами решать, в какой момент начинать ремонт. Мы выбираем спецсчет. Потому что мы уже прошли такую практику с ЖКО. Когда это общая копилка, и потом, собственно, не факт, что твой дом попадет вот в эту программу. Недоверие у людей есть. А когда это, в общем-то, свой счет и своя копилка. Поэтому люди, я думаю, будут голосовать в основном за спецсчет. На принятие решения людям дали всего два месяца. Срок истекает 1 марта. До этого времени в каждом доме должно пройти собрание жильцов, на котором необходимо присутствие как минимум двух третей собственников. Им нужно проголосовать, как они будут аккумулировать средства и направить протокол в жилинспекцию или региональному оператору. Если выбор пойдет на спецсчет, людям придется выбрать ответственное лицо, которое будет следить за этим счетом, и подготовить бумаги в банк. И все обязательно должно быть отражено в бюллетенях собственников. Главная проблема на сегодняшний день в том, что большинство ТСЖ и ЖСК оформили документы неправильно. Из этого большого количества протоколов большой процент на данный момент оформлен неправильно и неверно. То есть жители действительно абсолютно верно было сказано до этого, не совсем правильно понимают, что такое специальный счет. Сейчас, например, к нам приходит большое количество уведомлений. Примерно в таком ключе. Значит, уведомление. Мы ТСЖ Олимпиада, значит, уведомляем вас, что у нас есть счет. Большое спасибо, печать Олимпиада. Вот. Это все здорово, но проблема в том, что мы, конечно, на такие протоколы принимать не можем. Все средства ТСЖ, которые неправильно оформили документы, будут переведены в общую копилку. Процесс сбора документов так запутан, что в один лишь бюллетень для голосования необходимо ставить до 20 галочек. Любопытно, что инструктировал старших по домам на протяжении двух месяцев сам начальник жил инспекции Сергей Шахрай. Но пояснения получились столь запутанными, что многие жители теперь не по своей воле будут отчислять свои кровные в общую копилку. А с представителями некоторых домов разъяснение вообще не проводилось. При этом единой формой бюллетеней для голосования так и не разработано, а администрация области лишь приступила к печати информационных листов. Многие собственники склонны думать, что все это сделано для того, чтобы как можно больше домов копили деньги через регионального оператора. Но люди не хотят. Мы можем из дома сделать картинку. Только нам не мешайте наши деньги, оставьте нам на доме. Областные чиновники, напротив, почти открыто агитируют за накопление через регионального оператора. Понять их можно. За счет миллионов собранных с жителей новых домов сегодня можно решить проблемы жителей ветхого фонда. По-другому, похоже, отремонтировать тысячи ветхих развалюк по всей области не получится. Впрочем, у жителей нашего региона есть еще целая неделя на то, чтобы правильно оформить документы. Евгений Локционов, Иван Людков, Шестой канал.